Дата будет 5 лет Для меня это было просто радость, что я мог представить наш вид спорта, который нас любит в народе Насколько вы волновались и сохранили этот факел? Во-первых, я вам расскажу историю, которая интересная Мне Эрнс сказал за месяц, что я буду зажигать, но сказал никому не говорить Я сказал, хорошо, я никому не сказал, даже и жене, и детям никому Я говорю, хорошо, я два раза в Сочи летал, чтобы меня показывали, откуда я буду бежать, как бежать И даже в 2 часа ночи я бегал, я не знаю, почему меня так тренировали, боялись что-то В общем, я бегал и никому не говорил Потом мне жена говорит, а что ты в Сочи с вами ездишь? И уже за неделю перед Олимпиадой я говорю, Татьяна, ты знаешь, я буду зажигать огонь Хотя говорят, что Карелин будет зажигать, еще кто-то будет И я говорю, ну вот я буду зажигать огонь Он говорит, да, а что ты мне раньше не говорил, мы с тобой 46 лет вместе живем, а ты меня обманывал Но дети мои до последнего дня не знали, что я буду зажигать И помню, уже родина подключилась в последний момент, она приехала за 2 дня Ее привезли где-то в 12 ночи, она приехала где-то в час И мы с ней вдвоем, а там бежать метров 800 Но синхронно надо Да, я говорю, слушай, ты далеко сильно не гони Потому что организаторы нас будут сейчас с тобой раз 5 туда, обратно гонять Она первая как рванула, а потом говорит, нет, тяжело, нет, нет И потом еще там один маломер, когда там выбегаешь из большого стадиона Там коммуникации большие, вот просто, да И я говорю, я один раз там чуть не упал Да, и я ей говорю, слушай, если мы с тобой на Олимпиаде, когда побежим и 2-3 кратных навернемся Вот это будет да Но нам сказали, что ребята, если будет, не дай бог огонь у вас покатит Даже не обращайте внимания, будет огонь всегда Да, у вас всегда есть люди, которые вам... А, кстати, как вы относитесь к тому, что вот этот, навернулся Маурини, это обсуждают все, это везде Ну, я считаю, что это, ну, слушай, я много таких видел моментов, очень много Потому что вот этот лед, который там, нам надо было полить сначала, а потом уже, чтобы этот ковер встал Я думаю, что зря так много говорят об этом, значит Можно руку было сломать, на такую папу Ну, все можно было бы, но я не знаю, зачем такой ажиотаж, значит, к этому У нас и чемпионат мира по хоккею с мячом выиграли, я думаю, это больше событий, чем мы Владимир Александрович, можете по Саше Овечкин рассказать, он сегодня вошел уже в Когорту уже великих, возглавил ее даже Вот ваша, как бы... Я горжусь, что у нас есть такой вообще, по-моему, вся хоккейная семья гордится его успехом Потому что он действительно настоящий патриот страны, я помню, когда... Ну, не всегда он много забивал за сборную, но это другое дело, это дело тренеров Где, с кем в состав, я сейчас не буду в это ходить, но я просто хочу сказать, что он всегда приезжал И я помню, даже у него трещина была в ноге, и он приезжал, играл В 2013 году, да? Он действительно патриот, он действительно вот болеет за команду, душа в команде И, конечно, очень радует, что вот он, ведь против него уже все и готовятся, уже знают, откуда он бросает Сейчас он немножко там на синие линию перешел, я посмотрел Вот, но вратари не могут справиться, почему? Потому что, во-первых, ему идет хороший пас, очень сильный пас идет, понимаете? Вот, почему я вот сейчас анализирую, как так вратари не могут блять, потому что они уже знают, откуда он бьет С одной точки, да, с такой скорости Настолько ювелирные партнеры ему дают пас, сильный пас, что он сходу, он ее, как лука, там, она 180 градусов в час летит, наверное И она попадает в углы, просто вратарь перемещает, и клюшка у него не может такой позиции вот так вот перекрыть И вот он забивает, ну, у него самое главное, что у него не пропал азарт, поймите? Вот, в таком уровне спортсмены могут быть, азарт пропал, ну, знаете, ну, все у меня нормально, я и так, все хорошо у меня На матч звезд не поехал, все-таки азарт пропал, я уже, ну, на матч звезд, это его надо спросить А, кстати, у кого у вас сильнее еще, у Блинова или у Овечкина? Вот вы смотрите, можешь сравнить Ну, я думаю, что у Овечкина сильнее, почему? Потому что, во-первых, давайте возьмем, что клюшки другие Клюшка еще помогает, у нас же деревянные клюшки у того же, Блинова, у него клюшки были деревянные И вот как ты не хочешь, ты из нее не выжмешь такую скорость Ну, не выжмешь А этот, это как из лука, да у него еще, вы вообще видели Овечка-то так? Когда если его раздеть, это не монатомию, просто изучать, потому что он, это грудомышц И вот тем более, когда ему такой паздают, видите, как он бросает, у него аж эта клюшка изгибается, как лук А, конечно, выстреливает, это для вратарей просто убийственный удар А Боби Хал бросал? Боби Хал, да, я вот против Боби Хал я нашел прием, значит, я его не знал, в отличие от того, что было раньше сегодня Раньше мы не могли, у нас ни видео было, ничего, мы, а не потом пришло, мы не знали, как, что, чего Когда я в Канаду приехал в 1974 году, он мне 4 гола там набил Я его уже изучил, потому что он бросал сходу, ему паз отдавали за ворот, и он уже держал, я этого не знал, просто не изучал Мы же тоже Грецкого изучали уже в 1981 году, как он играет за вороты, кто-то куда что отдает Я же просто что делал, они немножко, как сказать, немножко прямолинейные Он никому паз не отдавал, если ему эта шайба идет, он бил ее сходу Я когда видел, что иззади идет, я просто взлетал в Москве из ворот, просто, и вот своим туловищем загораживал Он мне ни одного гола здесь не забил, а один забил, но который не засчитали А Банкувере хит-трик забил, за первый период в Банкувере хит-трик сделал А вот в Москве он ни одной не знаю, потому что я сделал выводы, я бы против Овечка тоже Такой вопрос, даже не ретро, вот смотрите, сейчас Илья Ковальчук, самый ценный игрок Олимпиады, вернулся в Нью-Джерси, где там не играл с 13-го года Они говорят, мы тебя будем освистывать, они выиграли 5-1, он забил гол, насколько у него такой характер, как вы оцениваете этого парня? Ну его освистывали Его освистывали, а он забил им гол и заставил замолчать все трибуны Еще один случай из его карьеры Он профессионал своего дела, и я очень рад, что он сейчас обретает свою новую форму Потому что ему дали больше играть, одно время он как-то не играл, в звене его перевели Я думаю, такого мастера надо правильно использовать Если вы берете такого мастера, вы должны его использовать по полной программе Вот, и надо найти связывающие звенья, кто ему может шайбу дать, чтобы он себя чувствовал уютно Вот сейчас он, дай бог, чтобы он дальше и продолжал дальше Но если нет, не попадут в плейвок, мы бы его взяли бы, конечно То есть это ничего, потому что олимпийский новый цикл, ветераны сходят За Цуку может уже не сыграть? Ну, Горде Хау до 50 играл и не портил Ну, не в сборной же? Не в сборной же Ну, как против сборной, в сборной Канады в 74-м году В 15-м году сыграл ему было 50 лет, и он не портил картины Все зависит от спортсмена, поймите, от его травм, от его подготовки, от его настроя Спортсмен может много играть, но самое главное, как он может себя зажечь Чтобы энергии у него хватило, чтобы сил хватило, чтобы желания хватило Вот в чем вопрос, поэтому может и больше играть Как играть, это другое дело Поэтому, ну, я считаю, что, ну, вспомните Федорова, который, мы когда-то в Квебеке Ну, он как Батяне был, на него все равняли, смотрели Он готовился, он в шапочки ходил Знаете, как в свое время спортсмены советские Знаете, на него все смотрели, вот это профессионал Это очень большое дело Также на Дуцука смотрят, как он готовится Как он, что он, как он, слово даже молодому скажет Очень важно, поймите, в команде должен быть Батяне, понимаете Ковальчук, профессионал Я не тренер, я бы лично взял бы, конечно Если он в плей-офф не попадет в Лос-Анджелу Ну, вряд ли, конечно Ну, все бывает Вот, и я бы его взял, потому что он игрок Он всегда приносит победу И он действительно готовился к Олимпиаде Такой еще вопрос у меня В каждом интервью Бобровский, когда у него спрашивают Он говорит, спасибо Третьяку за то, что я так поднялся Потому что реформа вот эта помогла Ну, посмотри, сейчас происходит Кочетков лучший врата чемпионата мира Его в Сочи не ставят И в Рязань Спасибо в сборную вызывают, его поддерживают Но как вы думаете, как вот вратарям молодым пробиваться Наверное, у внука у вас такая же проблема Не дает играть По клубу из клуба в клуб Ходит Молодым не дает шанс Да, но мы его отправили Почему? Мы отправили в Владивосток Вот тоже было решение сложное, правильно? Там нам сказали, что Бобков и Налимов уйдут в другие клубы И он будет первым там, ну, вторым А потом приехал еще Серебряков А никто не купил И поэтому там было 4 вратаря И дали Максу там немного сыграть Он ездил в Орск играть Он ездил в Корею, в Японию Ну, надо было где-то играть Ну, естественно, там тренер решал свою задачу Он ставил более опытного вратаря, Бобкова, естественно Скачетковым историям Также мы его отправили в Ригу И вот думали, потому что там первый вратарь уехал в НХЛ Но он вернулся, не прошел там Поэтому он стал все игры играть И здесь не получилось И мы, чувствуя, теряем Поэтому мы его вернули Ну, надо пробиваться Я хочу сказать, что вот эта планомерная работа Федерации хоккея То, что мы проводим турниры Хоккейные школы проводим Вот, так что мы специально еще в Латвию отправляем лучших наших вратарей и женских Я с ними там работаю тоже А у нас есть там школа такая И мы там, я с ними сам лично работаю 10 дней Я вижу, кто это, кто и кто Мы очень плодотворно работаем с вратарями И как результат вот это и есть Вот и Бобровский, Варламов Эти все появились после того, как все вы меня ругали Что мы сделали, значит, вот Такое, ну, 9 миллионов тогда просили Мы сказали, не платите нам И вот те клубы, которых не было денег Они взяли, вот, Новокузне, там Других, они появились вратарей Это было вынуждено, потому что Я приходил на плей-офф Да, финал плей-оффа У нас финн, швед вратарей А Бобунтик Квебеки У нас сломался, у нас Варламов сломался И у меня вратаря не было Мы молили Бога, чтобы на бок вылетел из команды Хотя это, конечно, не очень хорошо Но это правда Я его в 3 часа ночи ловил Когда он в душе расстроенный проиграл И я его, это благодаря нашим отношениям Он приехал Он приехал, и он нам помог выиграть Ребята, получилось так, что у нас Еременко травму получил Чтобы там даже эпизод сказал Ты встанешь, помните момент? Да, да, да Ну, не было вратарей у нас, вообще не было Ну, как без вратарей играть? У нас вообще Сегодня у нас есть выбор Из-за того, что мы плодотворно работали Я думаю, то, что кажется, что это что-то нехорошее Оно, видите, хорошо получилось, что мы занимаемся вратарями И у нас сегодня есть Ну, когда у нас лучший вратарь мира молодежный был? Ну, не помню я И в Рязани ехал Ну, ничего страшного Вы думаете, Бангейл тоже на боку 5 лет играл в фарм-клубе Вы думаете, брызгал в фарм-клубе Вы думаете, даже хороший игрок туда не дадут сразу тебе играть Василевский тоже в фарм-клубе был Поэтому в фарм-клубе ничего страшного Ему дают просто поиграть Потому что тренер решает какие-то задачи Я думаю, что это наш золотой запас А как же прорвался Коновалов, Ярославов Салов, садильный скамейк вообще? Ну, это надо спасить тренеру, сказать И еще с течением обстоятельств А как я прорвался в СССР? Хотите, я вам скажу? Я, значит, мне было 17 лет Я был один из лучших батарей молодежной команды Чемпион Европы там 3 раза были И там был Пашков Там был Полупанов, Толстиков И Толмачев И все, и Рагулин был Четыре, я хотел в Динамо уйти Потому что мне места нету, поймите И тут вдруг один ушел, другой, третий Остался один Толстиков Я стал вторым как бы сначала Потом первым вратарем Мы с ним посоревновались, меня поставили Тарас Пучков приглашал Виктора Я еще раз говорю, что видите Это действительно обстоятельства тоже Вот внука отправили, там четыре вратаря И все остались, и никто не ушел Поэтому здесь еще, чтобы Какая-то ситуация должна быть для молодых вратарей И тренер, главное, должен рискнуть Поставить молодого вратаря Вот это тоже риск И, конечно, чтобы он хорошо сыграл Понимаете, если ты молодого поставишь Потому что каждый тренер хочет выиграть, правильно? И если он видит, что, допустим, так же в Динамо-Ригов Постали Биланова, да? Он стал на ноль, Биланова, да Его поставили на ноль Он играет, играет Он дальше все игры стал играть Потому что он стал показывать результат, понимаете? А если бы его поставили, он проиграл Он бы дальше не играл Вас тоже на Олимпиаду повезли, когда Коноваленко отцепили в Саппор Рисковал ведь Тарасов, согласитесь? А в Саппоро Коноваленко не было В Саппор был Пашков, я первый вратарь ехал Очень рисковал Тарасов, дал шанс Ну, я уже в 71-м году финал уже играл Потому что я ехал в 71-м году вторым вратарь Но я уже там финальный матч явно играл против Швеции И поэтому я уже в Кубе первого, как Брис из Вести играл первым Поэтому мне довели уже в Саппоро все матчи в России Навальник начал с финалами проигрывать Влад, ну в истории уже прям можно сказать Да, это история большая Час можно сказать, спасибо вам большое Удачи вам Спасибо, удачи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!